Цензура и тотальный контроль над свободой слова стали главными темами встречи депутата Законодательного собрания Омской области от КПРФ Константина Ткачева со своими избирателями. Амичи возмущены программой «Экспертный совет», которая вышла в эфир про губернаторского телеканала 26 июля этого года. Амичи признаются, что искажение фактов, недостоверная информация, облизывание власти вызвало тошнотворную реакцию у обманутых дольщиков, которых чиновники и застройщики обворовали. А все, что было сказано в этой программе юристами и представителями власти – сплошное унижение. Мы предоставляем слово людям, которым на 12-м канале слово не дали. И вы поймете, почему это произошло. Нас приняли 30 января. Ответа на этот прием мы до сих пор не получили, хотя мы просили письменный ответ. В марте я позвонила, мне сказали, на подписи. Так он до сих пор на подписи. Вот вырежете все это, все мои слова. Вы никогда правду не показываете. Вы вырезаете все слова. Всех интересует. На что купили квартиру, где живете? Правда важна, но ее любят немногие. Тем более, если у тебя есть хозяин. Он и диктует тебе правила, он и руководит тобой. А главное – достоинство масс-медиа, свободу слова здесь просто не воспринимают. Для журналистов и корреспондентов этого СМИ существует только одно мнение. Мнение губернатора. Все остальные – неправильные. Ну вот, например. Почему мы с таким жаром занимаемся судьбой обманутых дольщиков? Ведь по большому счету эти люди самостоятельно взяли на добровольной основе, отдали свои деньги. Они сыграли в рулетку. Проиграли. И вроде бы, почему мы сейчас о них должны заботиться? Кто-нибудь может мне дать ответ на этот вопрос? Так скажите, пожалуйста, кто крутит эту рулетку? Если мы купили эту квартиру свою, строительство дома, по программе мэрии. Кто крутит эту рулетку? У нас до людей нечего. Ответьте нам на этот вопрос. Вы, улыбаясь, заявили, что мы сыграли в рулетку. Кто-то играет в акции, а мы в рулетку. Продав последнее свое жилье. Еще жестче в выражениях был застройщик Олег Золотов. По всей видимости, он обиделся на тех, кто купил квартиры не у него. Хотя для многих амичей 200 тысяч – это существенная сумма. Мы продавали одинаковые квартиры по цене миллион пятьсот. Соседний дом, там расстояние 200 метров. С полной отделкой, со свидетельствами о собственности, под ключ, заходи и живи. В этом доме миллион триста. Ничего себе. 200 тысяч разница? Да. То есть ни отделки, ничего, 200 тысяч разница. И люди просто в батарею решили сыграть. Вот они и сыграли. Они заслужили то, что заслужили. Вот конкретно по этому дому. Вообще не жалко. Я была в шоке. Самым натуральным образом, если бы не вы, у меня бы вообще настроение все упало. Это было невозможно слушать. Вот этого Вадима Морыгина. Он не защищал наши интересы совсем никак. Вообще ни одного слова даже такого не было. Чтобы можно было что-то зацепиться, на что-то надеяться. Ни одного слова. То есть никакой надежды даже там, вот ни какой-то маленькой, вот что там где-то, что-то для нас делается, для обманутых пайщиков и дольщиков, вообще никакого ни одного слова не было. Вот. Было невозможно слушать. Что вот они там, вот так вот все закручено было. Что мы вот такие какие-то там все, сами вот сами туда пришли, вот деньги отдали и все. Вот. Мы же это не специально сделали. Мы же хотели квартиры получить. Было невозможно это слушать. Я вообще не понимаю. Мутовкин защищал тоже как бы интересы вот этой нашей местной мафии. Понимаете, это самая настоящая мафия. Они решают какие-то свои проблемы. На нас никто не обращает внимания. Мы никому не нужны абсолютно. Очень тяжелый 12 канал. Зашла речь и о личном приеме губернатора. Ведущий уверяет, что глава региона открыт абсолютно для всех. Однако люди до сих пор стучатся в закрытые двери. Почему глава региона, глава региона, как высшее должностное лицо, не идет к президенту и говорит, Владимир Владимирович, у нас проблема, у нас катастрофа. Помогите нам. Почему другие регионы получают федеральные деньги, субсидии? Почему им дают, дольщикам из других регионов, дают компенсации из региональных бюджетов сотни миллионов? Им дают квартиры? Во-первых, идет, а во-вторых, я так понимаю, мы все-таки стоим на позициях конструктива. Надо договариваться с властям, да? Ну а как договариваться? Люди не могут попасть к главе региона. Не могут попасть. Нет диалога никакого. Слушайте, ну ладно, ну это ерунда все. Ну как? Нет диалога с властью, не получается. Ну это неправда, потому что мы ездили, снимали вот эти самые приемные. Заходи, проходи, рассказывай. Люди, конечно, смотрят телевизоры, слушают новости, получая неправдивую информацию. Они возмущаются не только внутри себя, да, что говорят неправду, а возмущаются вообще, готовы будут выходить на митинги, пикеты, потому что неправда. Если говорят на 12-м канале, легко попасть к губернатору, ну неправда. Мы пишем письма, нас ни разу туда не пригласили, нас спустили к замминистрам. Если какое-то письмо направляется, там 30 дней, это точно они будут отвечать, не быстрее, нужно выполнять свои сроки, да, чтобы они ни в коем случае раньше мы не получили ответ. Конечно, очень важна правда для людей. Евгений Графкин – один из тех, чьи слова в эфире областного телеканала дважды перевернули в другую сторону. Никогда больше он не будет общаться с представителями данного СМИ. Себе дороже, говорит дольщик, хотя с удовольствием принял бы участие и в записи этой нашумевшей программы. Но его не пригласили. Видимо, считают неугодным власти. Все равно вырежут, считает молодой человек. Довольно любопытная, интересная программа, в которой вырезали самих людей. То есть их туда, в принципе, не пригласили. Нас там не оказалось, и если товарищ ведущий хотел представить объективную точку зрения на происходящее, на ситуацию по проблемным объектам, я думаю, он вполне мог пригласить тех людей, которые участвуют в различных акциях и общаются с Минстроем, и являются пострадавшими. Ну, меня, допустим, никто не приглашал. Хотя, я думаю, довольно часто я появляюсь в различных средствах массовой информации. При этом я не кричу, да, я не устраиваю скандалы какие-то там. Я нормальный, уравновешенный человек. И после программы мне было, ну, было очень неприятно услышать мнение о себе, что я некий игрок в какие-то игры. Что я решил рискнуть, значит, вложиться. Мне интересно знать, вот товарищ Мутовкин, он как представляет вообще экономика в стране, она каким образом развивается. Если он хочет сказать, что в принципе не нужно было покупать и вообще не стоит никогда в жизни покупать квартиры в строящихся домах, ну, я тогда не представляю, где бы наша страна была в таком случае. При этом, при этом наш дом вообще непосредственно, он рекламировался нашими властями. Вот, пожалуйста, покупайте, мы тут вот будем прям все застраивать. Вся северная будет снесена, частные дома, новые высотки. Ну, что мы видим? Мы видим, что проговорились, а итога нет никакого. Но теперь, видимо, ведущие пытаются защитить тех, кто устроил проблемы гражданам. К слову, встречу депутата-коммуниста с людьми сами же сотрудники 12-го канала попытались сорвать, устроив дискотеку в кустах. А вот ведущий той самой программы Владимир Мутовкин и гендиректор Артем Серов к людям так и не вышли. Видимо, не привыкли отвечать за свои слова, а именно этот шаг не был согласован с властью. Максим Кабаненко, Григорий Бадянов, Обком ТВ.